дорогие друзья приветствую всех меня зовут чернявка анна я заведую медицинским отделением тинологи школы мшсо сегодня у нас новый эпизод второго сезона подкаста в гармонии с собой и ближайший час пройдет как обычно максимально продуктивно для вас и для нас тоже это будет интересно очень беседа сегодня вместе со мной как и прежде мая соведущая всем привет я врач кирюшина ирина педиатр детский эндокринолог и сегодня мы поговорим с полиной шадровой да все верно поговорим с полиной шадровой акушер-гинеколог и сооснователь проекта гинеколог я проект очень важный социальный о женском здоровье правильно да все верно спасибо за приглашение сперва очень важное дело поставьте лайк и подпишитесь на нас поставьте колокольчик потому что мы будем выпускаться каждую неделю и полезный контент нельзя пропустить поговорим сегодня про женское здоровье очень важная тема и первый вопрос полина расскажи пожалуйста почему выбрала гинекологию спасибо за вопрос а наверно 1 по популярности и отвечу на него как всегда то что на четвертом курсе когда у нас было акушерство ее увидела рода и пропала до после этого я долго хотела себя связать с акушерством с классическим но все прелести хирургической жизни они конечно мне не подходят по моему роду деятельности и семьи поэтому все-таки остановилась на гинекологии на ее как кажется для меня лучшей части на именно амбулаторном приеме на консультирование мне кажется что именно ведение женщины вот от начала и до конца быть с ней и в горе и в радости и в беременность и в постменопаузе и в подростковом возрасте это такое достаточно важное влияние на ее жизнь спасибо на самом деле я сейчас вспоминаю что до 4 курс и вот это акушерство гинекология нас тогда всех девочек просто сразили роды и нам нас же приводит как там на последние 15 минут и не видишь все это 9 месяцев до 14 часов мучения этого всего нет ты приходишь там уже все готово все родилось и такой ой тоже хочу да да максимально да но тоже интересное наблюдение ирина сегодня сказала что вот акушер гинеколог он с нами с рождения получается и действительно всю жизнь то есть первые кого видят до рожденные чадо это не анатолог акушер гинеколог же да правильно а вот что гинеколог делает во первые годы жизни ребенка какие важные обследования нужно делать вообще гинеколог первый раз должен посмотреть девочку когда исполняется три года это такой рутинный осмотр обычно правильно я понимаю что заполняется документация перед детским садиком перед поступлением в какое-то дошкольное учреждение как правило то просто беседа с мамой и осмотр на кушетке но да чтобы не травмировать девочку это все очень очень аккуратно я конечно по своему роду далека от детской гинекологии все-таки где-то больше на стыке между взрослым населением но подростки это вот такая очень уязвимая когорт пациентов а так в три года такие минимальные вмешательства для того чтобы понимать правильно ли идет развитие если какие-то жалобы потому что для детского периода тоже есть свои особенности и для того чтобы ничего не пропустить смотрят в эти декретированные сроки следующий визит это примерно 6 7 лет также перед поступлением в школу потом 14 тогда когда уже должны быть сформированы половые признаки вторичные когда должна уже пойти менструация мы оцениваем насколько все тоже гармонично развивается ну и далее каждый год это наша категория пациентов то есть для того чтобы ничего не пропустить для того чтобы все держать под контролем гинеколога нужно посещать каждый год мне почему-то хочется еще 10 лет вставить вот как есть в российском законе то что в 10 лет идут детскому докринологу и как будто бы хочется гинекологу показать потому что с 9 лет может начаться половое разбитие и вот они уже нуждаются вот в этом нашем наставничестве как ухаживать что делать как там болевой синдром купировать то есть не приходит к тебе вот именно ты сейчас говоришь подростки нет ли такое закономить что в 10 часто пишут мамы спрашивают что делать да несомненно это вот как раз то о чем мы с тобой буквально за кадром говорили то что сейчас развитие детей немножко сдвинулась да в сторону ускорения их роста и развития и действительно мамы мне это кстати очень мстит что вот женщины которые приходят и ведут беременность потом приводят своих мам своих дочерей там племянниц подружек и так далее и да спрашивают что делать потому что инструации же в норме и в 9 лет могут начаться и в 10 лет могут начаться это не говорит о какой-то проблеме со здоровьем или что-то такое но это требует нашего какого-то вмешательства и да здесь важно конечно не искать ответы в интернете а просто получить квалифицированную консультацию а как маме лучше поговорить с дочка о том что ее ждет в ближайшие годы начиная там с девяти десяти лет вот сто лет вперед если вообще родители которые приходят и консультируются о том как вот мне лучше с ребенком поговорить потому что тема как кажется такая деликатная наверняка у мамы интуитивно есть это понимание да или она там паттерна того как с ней говорили да перекладывать да 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 вообще как мне кажется это ошибка свой опыт перекладывать на своих детей это действительно то что ограничивает большое количество людей в предоставлении информации вот у меня например не было никакого полового воспитания да то воспитай себя сам со мной никто не разговаривал но это все привело к слава богу к тому что вот я и то кем я являюсь это кем я являюсь и что я со своими детьми и со старшим ребенком который конечно у меня все мальчики но тем не менее уже начинаю общаться даже вот с девятилетнего возраста очень важно правильно доносить информацию сейчас дети воспринимают в основном все через социальные сети через всякие каналы и так далее контент который неприемлемый который может научить действительно чему-то плохому мне кажется здесь помощь придут книги которые мне любезно советовала ирина которые уже на своем старшем сыне начинают как-то потихонечку пробовать но это важно общаться показывать на картинках может быть не в каких-то подробностях мельчайших но по крайней мере девочки нужно дать знать что ожидает ее организм как она будет сейчас меняться и почему это нормально потому что я помню такие даже истории когда когда начиналась менструация моя бабушка рассказывать не понимала в чем дело что с не происходит почему вот это вот такая ситуация она когда бегала скрывала не говорила родителям то есть в настоящее время это конечно дичь и все очень радуются изменениям происходящим в теле но все зависит того как донесется до конкретной девочки вот эти изменения органы ну кстати да могу еще тоже посоветовать нашим родителям в принципе для изучения контента очень много полезной информации про половое воспитание дает ольга василенко это психолог клинический сексолог да у нее и на канале в телеграме есть и целая прям программа есть половое воспитание она короткая и очень понятная и она кстати по поводу книг советовала книгу называется ты имеешь значение для девочек там тоже про все и вот вторая надо будет поискать просто в перечень вставить тоже про анатомию физиологию развития очень доходчиво и деликатно как мне кажется и вот книги да можно будет даже вставить показать а я хотел сказать про органы мне кажется вообще нужно перед садиком разговаривать девочки уже обозначить как называется потому что вот мы уже обсуждали называют не своими именами это детей путают это может привести к каким-то там ужасным последствиям когда они там на улицу слушать или еще что то то есть в подростковом периоде можно девушкам рассказывать что вот они женщины у них это такое именно и вот что с этим дальше как жить и что делать но есть же да вот правила нижнего белья для детей для небольших малых небольших малышей и вот еще тоже небольшой комментарий про то откуда подростки дети берут эту информацию я тоже была уверена что они все знают весь интернет ими изучен знают больше чем мы но как оказалось когда мы приезжали в лицей да это произвело просто фурор потому что учащиеся дети девы девушки они понимают что информация экспертная имеет больше вес чем та информация которая есть в интернете и потом я вот тоже коллегам уже рассказывала мы приезжали в лицей контекст небольшой с лекцией о женском здоровье ну примерно как мы сейчас подкаст ведем только рассказывали и общались с девушками и потом еще три недели подряд на уроках девушки спрашивали меня очень разные вопросы хотя казалось бы бери и гугли но нет они все равно обращаются к там учителю эксперту врачу потому что им не хватает этой информации то есть не все они оттуда могут взять и они еще я думаю боятся ошибиться с той информацией конечно понимаю это точно ты что-то хотела сказать нет я не хотела спросить полину про вакцинацию мне очень интересно мы эти вопросы отвечаем кому все-таки нужно градосил 9 вот градосил обычный правильно мы же всем и мальчикам и девушкам да и расскажите о чем да что за что это за вакцина для чего она нужна нет вообще я за то чтобы сделать градосил 9 вообще всем кто приходит на прием мальчикам и девочкам с девяти лет но вопрос в том что доступа так нему нет по факту и только те такие медицинские туристы скажем так имеют возможность сделать эту вакцину но отчего это вакцина еще разного это вирус попелом и человека это один из опаснейших вирусов для организма женщин ну в принципе и мужчин потому что он называет онкологические поражения половых органов будь то шейкоматки вульва влагалище у мужчин рак половых органов также ртоглотки прямой кишки то есть то что в целом полностью управляемо врачами и случае действительно запущенных онкологических процессов это просто не досмотрели и не сделали первичную профилактику соответственно у нас есть все инструменты для того чтобы защитить детей и взрослых будущем от это от этого опасного заболевания привив просто делал вакцину и то что у нас есть сейчас это градосила цирвались два или четыре штамма в паче но на безрыбье скажем и рак сойдется да но когда есть возможность слетать за границу отдохнуть и совместить это еще с вакцинным туризмом почему бы и не до их больше их 9 и они защищают как от высоко онкогенных штаммов так и от низко онкогены которые вызывают генитальные кандиломы но в этом смертельного ничего нет но неприятно с эстетической точки зрения то есть правильно понимаю по омс мы можем сделать серварикс да и гордосил и гордосил только не 9 а какой 4 до 4 и конечно делайте оба чтобы дети обоих полов прививались от этого страшного заболевания на мальчиков это тоже касается да супер продолжаем на самом деле тема вакцинации каждый раз поднимаем я кажется в большинстве наших подкастов потому что безумно важная тема она неисчерпаемая я вот на личном опыте пришлось потратить много денег после уже того как там после 18 ты уже не можешь делать его бесплатные приходится платить большие суммы и я вот смогла сестру успела чтобы она вакцинировалась расскажи пожалуйста с чем сейчас чаще всего приходят мамы подростков или может быть есть такие случаи когда подростки приходят и и понимаю что так как бы тема такая деликатная и наверное очень стеснительная для детей подростков как бы нам донести вот эту информацию что в принципе нет ничего постыдного прийти проконсультироваться гинекологу и продекретируемые сроки прям можно сказать что по закону с 15 лет правильно да ежегодно да ну как я вот 16 лет принимают у это конечно такое немножечко иду на уступки потому что я не детский гинеколог у меня все сертификат имею право но все-таки я люблю работать со взрослыми потому что и другое общение и все а приходят девочки на приемы с мамами иногда мама играет даже большую роль чем девочка сама может что-то обозначить то есть частично там кто-то уже живет половой жизни не хочет говорить об этом родителям и вот это вот стеснение и вот это сверху на издательной маме ну скажи ну скажи же как есть это конечно немножко всех ограничивает и сложно расслабиться сложно довериться врачу особенно когда начинаешь предлагать какую-то там линию лечения девочка вроде соглашается потому что она видит там да какого-то там старшего который там опытный и так далее а мама такая нет ну вот а ты сама как думаешь и на этом принципе можно закрывать уже карту и все это бесполезно потому что когда есть так понятно что это с одной стороны забота о своем ребенке но с другой стороны тут важно уже понимать что можно и самостоятельно принимать какие-то решения и к чему-то приходить самая частая причина по которой девочки обращаются это конечно нарушение менструального цикла и потому что нет такого четкого понимания а как же оно должно быть в норме то есть кажется что в первый год после начала менструации может быть вообще все хаотично и это нормально а потом уже есть четкие критерии по которым мы можем оценивать девочки это могут не понимать мамы тоже могут не понимать потому что они экстраполируют данные до своей взрослого населения что там каждые 24 38 дней менструация пришла а у нет значит все с тобой проблемы и ты иди к врачу на самом деле же еще два-три года даже конечно конечно тоже не отследить абсолютно информативно там вот правильно только через восемь лет от первой менструации можно ориентироваться на показаниям уже совершенно верно уже абсолютно здесь информативно и этот цикл налаживаться может да действительно в течение двух-трех лет после старта первой менструации а первая менструация она стартует как правило когда по-разному через два года от начала появления половых вторичных признаков но может и через два то есть это увеличение груди волоснение все верно вот и поэтому нарушение менструального цикла у девочек подростков но прям наверное идет основным основной причиной появлением гинекологов но следующее это скорее всего какие-то нарушения вагинальные микробиоты какие-то инфекции выделения непонятны но дальше уже профилактические приемы вакцинации и так далее и так далее вот тоже хотела такой комментарий сделать наверное родителям да стоит быть как-то просто оставлять эту историю то есть ты приводишь да ты приводишь ребенка и мама может там выйти в процессе мы же тоже практикуем то же самое у нас на приемах да просим выходить девушку или даже молодого человека потому что разговор вот с ребенком с юношей девушку он совсем иной чем с мамой они действительно могут даже иногда и бояться то есть такое тоже бывает не пишите в карте самодо хорошо я не буду ничего писать мы не будем ничего говорить так далее просто мне нужно понимать картины если они что-то утаивают то это действительно может смазать общую картину мы можем там чему-то не прийти вот ну там банально если там половые контакты уже были то наверняка при нарушении цикла важно взять хгч а если она скажет напрямую что хгч до расшифруйте это хорианический ганадотерапина это гормон который может показать наличие беременности а если встать в позу и говорить что половой жизни никакой нет сто процентов отказаться при этом от осмотра то конечно здесь мы зайдем в тупик и потом получим да не запланированную беременность то есть родители должны доверять врачу то есть вы привели если вы не доверяете вашему подростку у вас наверное есть на это какие-то основания да потому что я всегда пытаюсь понять и подростка и родителей вы можете задать вопросы врачу обсудить это но оставить своего ребенка на диалог с врачом которому вы доверяете и который должен донести достоверную информацию и снять тревоги родителей и детей а вот тоже такой еще вопрос мне кажется многие боятся коков вот что можно сказать о них при использовании у подростков и там более старших женщин девушек ну сейчас скажу шок контент наверное что для подростков все средства контрацепции доступны для взрослых доступны и для подростков абсолютно все начиная от комбинированный гормональный контрацептив заканчиваем триматочными спиралями да это сейчас я не в бреду нахожусь и за рубежом есть триматочные спирали которые выглядят даже меньше чем airpods вот один наушничек не вакуумный а классический они очень тонкие содержат себе хоть минимальное количество гормонов и защищают от подростковой незапланированной беременности сильно меньше кайлины даже да то есть это прям вообще крошечка такая стоит и тоже пять лет она нет она помню три года стоит и работает понятно что у нас это недоступные у нас очень сильно зашорены взгляды на вообще возможности контрацепции но вот тоже такая важная ремарка что контрацептивы у подростков да вообще у любой женщины мы назначаем когда первой задачей стоит контрацепция а потом уже бонусом какой-то лечебный эффект потому что да они могут уменьшить проявление акне снизить болевой синдром конечно и также избыточный рост волос убрать но их первостепенная роль заключается в контрацепции а потом уже все остальные плюшки которые на них следуют и тоже скажу шок контент но даже наши ровесники могут не знать про какие-то методы которые существуют контрацепции то есть такое тоже есть и в москве абсолютно вот далеко ходить не нужно то есть должно действительно быть широкая мне кажется вот эта повестка помещаться на публику потому что девушки должны знать о бонусах которые у них есть конечно мы стараемся ну да и я так понимаю что разные способы то есть это и пластырь может быть и таблетки но вот таблетки наверное здесь нужна дисциплина потому что их же нужно каждый день в одно и то же время это такая вот забыла и все и потом паника ну плюс еще они проходят через желудочно-кишечный трек то есть тут уже выбирают все таки это прям индивидуальная история у кого какие есть особенности на самом деле заполнение чек-листов для того чтобы не пропустить часто бывают какие-то сопутствующие заболевания при которых точно 100 процентов нельзя принимать тот или иной вид контрацепции с аурой да или там опухоли печени какие-то аномальные кровотечения ну бог знает что там может быть поэтому всегда через консультацию врача мы все эти риски снижаем мы не можем до 100 процентов сказать что ничего не будет с тобой будет все хорошо но мы можем максимально снизить эти риски и уже достаточно безопасный метод подобрать для подростка но анализы правила же нам не всегда нужны то есть это все-таки эмпирически сначала подбирается да ну измерение артериального давления для коков это стопроцентно вот кстати тоже еще наверное один из таких мифов и опасений что девушка будет набирать вес на коках это за счет чего может происходить эстрогенный компонент наверное чуть-чуть может быть задержка воды какой-то цикл но не более двух килограмм правильно в целом да и вообще проведенных мета анализов достаточно большое количество и все они твердят нам одно что комбинированные гормональные контрацептивы не приводят набор веса на а что на деле происходит на деле набирают но не от того что это коки плохие злые и да всем как-то вредят а просто потому что любят покушать да просто любят ну может быть и какой-то психологический момент может быть стресс все это наслаивается но на что в первую очередь думают на вакцину от нее там какие-то болезни да и на коки от нее набор веса от них набор веса все очень индивидуально но в целом средний годовой прирост веса он на коках он ничем не отличается от обычного набора веса а все мы набираем с возрастом да и с каждым годом все больше и больше поэтому здесь какой-то четкой корреляции действительно нет я бы на самом деле корреляцию с водой выстрела люди с водой да и стали лучше пить вот отеки появляются люди не различают голод и жажду и вот из-за этого они едят больше плюс стресс то есть если она выбрала на какое средство защиты ее что-то опять же это побудило то есть тут на самом деле мне кажется динекологом тоже можно вводить практику диагностирование тревожности и депрессии то есть вот вот эти золотые стандарты ХАДС и ГАД вот то есть динеколог тоже это может использовать в своей практике я больше скажу про эстрогеновый компонент у меня есть пациентки уже конечно взрослые женщины которым мы устанавливаем триматочную спираль с салевоновым бистреллом и приходят там через два месяца я набрала 10 килограмм ну мы понимаем что это не от препарата потому что он находится в матке и выделяется там в кровь один процент всего лишь но но да но это все убирайте спираль потому что я 10 килограмм набрала может это какой-то эффект не знаю плацебо знаете самовнушение может быть так работает все набирают и я набираю да ну повлияла бабушка сказала мама подружку все избрала ну да и вот тоже кстати в лице и мы тоже поднимали эту тему что контрацептивы они не защищают от инфекций а что может защитить как нам барьерные методы контрацепции мне кажется эту историю прямо более подробно детям своим пробовать объяснить потому что не все в курсе вообще как кажется сейчас о том что существует до сих спор эпидемии вич есть и менее приятные там хламидиозы гонореи ну и про одного партнера тоже мне кажется не стоит забывать потому что сейчас тоже вот это пора экспериментов то есть долго там выбирать что подошло но мне кажется все таки вот стабильный половым партнером пусть он там и раз в год менять но это гарантия качества что с тобой меньше вероятность что тут приключится меня радует еще тот факт что сейчас конечно это избранные подростки приходят ну и там молодые девушки все же по-разному стартуют в разных стартуют половая жизнь но вот какое ответственное отношение у меня прям душу мою греет когда приходит я хочу сдать анализы значит кровь на вич тифилис гепатита я хочу сдать значит сископ из логалища и мы с партнером обмениваемся справками что мы оба здоровы что никто никого не заразит в пч там и так далее и это настолько такие когда редкие случаи бывают мое сердце радуется да это очень хорошо самое главное же это как женщина если в молодости там условно перенести какую-то инфекцию стертой форме они же не так часто очень яркими симптомами сопровождаются то это все чем грозит спальчим процессом проблемами зачатием и дальше 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 то есть всегда я своих пациентов учу заботьтесь о себе заботьтесь о себе это самое главное что должно быть то что надо пропагандировать любовь к себе это не заключается в том что кто где куда сходит или что себе купит это здоровье здоровье у нас есть да 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 точно спроси у меня вопрос такой деликатный может не деликатный про беременность беременность 16 чем опасно можно или нельзя сохранять не сохраняйте вообще кто за ответственность несет да такой действительно деликатный вопрос и на него сложно ответить однозначно с учетом каких-то правовых норм регулирования вообще данного вопроса насколько это вообще возможно но тем не менее нужно понимать что подростковая беременность случается и вот эти все передачи да про которые сказала это не редкость сейчас у меня в приемном отделении такие тоже были были на самом деле понятно с другой стороны на что вообще заточен женский организм чтобы от минархии до постменопаузы находиться в беременном и выкормящем состоянии приоритет приоритет это приоритет женского организма и он будет стараться конечно беременность а как часто то есть если от минархии до постменопаузы да то есть это сколько сколько беременности может случиться физиологично я даже тебе не отвечу на этот вопрос просто потому что бывают же случаи длительной латационной минареи что условно после родов там на фоне длительного кормления по два года может месячных не быть и соответственно в эти два года женщина может и не забереметь поэтому тут такие ну технически то есть каждые три года ну условно да да вы говорите что через два это вот прям супер все организм снова готов да снова готов нужно не насиловать себя там какими-то ограничениями и так далее то есть 18-19 детей спокойно да да 20 какие-то были цифры но понятно что в современных реалиях это такое редкое прям исключение но с другой стороны да организм заточен именно на воспроизведение своего рода это не вы к онкологию приводите? ну с одной стороны наоборот это как профилактика это профилактика рака яичников беременности роды профилактика рака молочной железы и даже с какой-то стороны профилактика рака эндометрия потому что вот этих циклических отторжений нет нет этих микротравм и соответственно мы вот женщину бережем от гинекологических раков но с другой стороны 20 детей я не думаю что там очень хорошо себя можно чувствовать после этого железы наверняка где-то будет там ниже клинтуса и все остальное но возвращаясь к вопросу подростковой беременности нужно понимать что за ранним таким вот дебютом вообще ранним стартом половой жизни ранним стартом незащищенной половой жизни обычно кроется много вопросиков и ограничений например ранняя беременность может приводить к тому что дети рождаются недоношенными у мамы есть риск к рекламсе это опаснейшее состояние которое приводит к повышению давления появлению белка в моче рождению детей раньше срока задержки роста плода внутриутрогного но и в целом вот эта психологическая неготовность потому что там условно 16 девочка еще сама ребенок она сама требует внимания со стороны мамы папы там не знаю какой-то своей СМИ и это действительно рано поэтому такой вопрос очень сложный с психологической точки зрения и с физической конечно надо всему свое время хочется так сказать но мы не имеем права кому-то что-то указывать поэтому когда такой случай приходит мы вот работаем с тем что есть и пытаемся максимально защитить наших пациентов да ну просто риски повышаются такая риск ориентированная медицина мы не можем сказать что ой все все конец давай ну конечно вот и вот продолжая эту тему придя к врачу всегда девочка с мамой найдут девушка да найдут поддержку заботу никто не осудит потому что сейчас конечно встречаются еще такие врачи с отношением советским ну даже таким не то что деспотичным но я врач я знаю патерналистический подход это да называется вот который от которого мы уходим потихоньку сейчас больше партнерские модели да приветствуются поэтому не надо бояться обязательно обязательно нужно каждый год приходить к гинекологу проверяться вас никто не осудит ни за что никто не будет наказывать никто не будет стыдить врач это такое создание бесполое как я говорю которое всегда поддержит это человек который заинтересован в вашем здоровье вот и здесь наверное это важно тоже доносить и детям и девушкам уже и взрослым потому что взрослые тоже очень многие стесняются ну знаешь что этому способствует травмирующий опыт потому что вот мы работаем в частной клинике и сколько таких не хочется сказать что искалеченных женщин но действительно с какой-то травмой определенной с каким-то осуждением сталкиваются ты там начала половую жизнь 16 лет ах ты а вот мы там после брака только или там сколько у тебя было партнеров ох ничего себе ну а почему тебе там неудобно лежать на кресле а там где-то еще удобно то есть это такое абсолютно недопустимое общение которое должно уйти уже в прошлое как какой-то анахронизм это совершенно не та модель к которой мы стремимся ну все-таки да пациент-ориентированная медицина и в первую очередь для нас важно это комфорт психологический и достойное скажем решение проблемы ну да вообще в комфорте мне кажется кроется качественная медицина потому что если человек спокоен он точно тебе все расскажет он вспомнит он ничего не забудет и он лучше воспримет информацию которую будет говорить врач даже если она будет неприятной знаешь что еще я заметила вот когда приходят подростки молодые девушки ну условно там до 18-19 лет когда ты с ними начинаешь говорить на одном языке я вообще не понимаю подростковые слова у меня растет подросток от которого я там что-то слышу и думаю так надо это запомнить они это оценивают и действительно когда им кажется что врач с собой на одной волне что он тебя понимает поддерживать то все здесь конечно сердце тает и действительно вот как-то идет диалог более такой открытый доверительный ну нужно ко всем искать ключик это самое важное ну да с поколением Z сложно вот именно мемы, приколы локальные мы сейчас очень пробуем бьемся в канале публикуем периодически мемы да мне нравится я подписана на вас но их не я не как бы никто из наших докторов не собирает их собирают наши девушки которые поколение Z и они в теме вот и ну потому что я тоже читаю и такая ага так это сейчас да это понятно наверняка это где-то смешно было в голове в душу да просто нам это уже не доступно не я правда тоже черпала вот это кринж или еще что-то не кринж уже не в моде сейчас кринге надо говорить да а имба имба да еще вроде используют я могу имба да есть хотела спросить а часто ты к гинекологу направляешь пациентов своих я я часто направляю вот тоже у меня был вопрос как мы делим вот эту зону ответственности то есть вот возвращаясь к копам когда ты отправляешь к кринологу когда к сама я отправляю всегда когда нужен первичный осмотр к гинекологу всегда и вообще первый раз если девушка пришла и она говорит что я никогда не была в гинекологе или была 2 года назад все сразу милости просят ну все проблемы щитовидной железы с избыточной массой тела с гиперпролактиномией повышенное снижение пролактиноколе это все клиенты эндокринолога я за это в принципе даже не берусь хотя и могу но в целом я считаю что здесь важен комплексный подход и мнение эндокринолога никогда не будет лишним там в плане снижения веса назначение препаратов инсулино-синтетайзеров тоже да хоть у меня руки развязаны но я все-таки стараюсь это делегировать кому-то просто где-то в глубине души чтобы понять что да да я была права хорошо но лучше пусть это будет кто-то вот по специальности ну да а железоэффициентными сразу поможешь да да ну мне кажется это такие заболевания которые сразу нуждаются в поддержке и компенсации потому что с этим жить конечно очень неприятно и вот это скрыто и плюс вот тоже сейчас быстренько по переходу гормонам ферритин почему-то вот очень даже многие мамы и моя мама тоже считают что мужчины не могут терять железо хотя в подростковом периоде они все очень уязвимы если девушки они больше уязвимы из-за того что у них если они спортом занимаются то у мужчин из-за того что особенно если они спортом занимаются то действительно тоже встречаются депо и это нужно компенсировать что будет сказываться на снижении когнитивного флопа но я хочу еще можно добавить то что с подростками когда начинаешь их футболить от одного врача к другому обычно ничем хорошим это не заканчивается не придут больше не придут вообще то есть если вдруг ко мне попадает подросток вот к гинекологу на прием я стараюсь максимально все сделать сама ну или обратиться или да как-то в чате мы коммуницируем чтобы точно там подтвердить свое мнение потому что если вот дошла девушка до гинеколога значит все надо цепляться всеми руками и ногами и максимально охватить все возможные проблемы может это неправильно но с другой стороны если есть какие-то знания есть поддержка коллег то я думаю все возможно такой супер комплексный подход получается потому что мы и вакцинируем на приеме гинекологи мы и там ведем беременность все-все-все делаем какие-то даже антикоагулянты можем назначить там сверху ну то есть вообще назначаешь я назначаю я назначаю да ну как только нам тоже дали где-то в чате рабочим зеленый свет это прям легко рецепты есть мы выписываем но тут тоже такая деликатная тема мне хотелось бы сразу передать специалисту потому что есть побочки о них не отследить действительно это как бы очень чревато каким-то ну негативным последствиям нет это не мое просто у них настолько широкий спектр возможностей что при хронической боли это препарат номер один вот как гастроэнтерологи назначают так и гинекологи при эндометриозе при при выраженном предместруальном синдроме это препараты выбора и да я их назначаю когда это в моем правовом поле скажем так и у меня вопрос про тестостерон что ты думаешь про эндогенный тестостерон в каком плане именно мужчины с возрастом это же факт то что у них снижается тестостерон нужно ли им принимать его изменения если еще особенно есть какие-то показания в виде больших физических нагрузок потому что это прям такое поле и очень многие блогеры об этом спорят я ничего не могу сказать про мужчин я слава богу вообще я так рада что я буду женщинами вот поэтому я ничего не могу сказать про сильную половину человечества но у женщин тестостерон это и друг и враг и если с одной стороны вот эта клиническая или биохимическая гиперандрогенит когда повышенное содержание тестостерона или его фракции может приводить к таким эффектам как акне избыточный рост волос избыточная сальность кожи это если принимает женщина или нет вообще в принципе если у нее есть вот проявления такие гиперандрогени да синдром поликистозных яичников или какая-то просто изолированная гиперандрогения но это вот он нам мешает а с другой стороны тестостерон это гормон либидо и действительно влияет на качество жизни если его недостаточно и различные препараты которые обладают антиандрогенным эффектом они либидо конечно рушат на корню поэтому у женщин которые переступают порог репродуктивного возраста уже уходят после менопаузы уже активно начинает надряться терапия тестостерона какие-то препараты которые именно помогают повысить качество половой жизни но еще и спорт питание это же тоже супер поднимает тестостерон да да особенно это работает у мужчин потому что у меня муж активно занимается спортом какой-то отдохнувшие после занятий хотя бы удивительно мы постоянно обсуждали что спорт на самом деле просто хотя бы ходьба 15 минут утром это уже будет положительно зря у вас и мозг будет лучше функционировать и вы будете довольны и жена будет радоваться что вы выглядите хорошо вот кстати еще такой вопрос если у мужчин тестостерон является таким основным гормоном да который им и энергию и силы дает и вообще свершение всего есть ли такой универсальный гормон у женщины или мы сложнее немножечко чем один гормон который все решает но вообще так по секрету что нет деления гормонов на женский мужский ну да да то есть у женщин есть и вот андрогены есть и эстрогены конечно женским гормоном априори считается эстрадиол но вообще эстрогены да различных фракций самый активный из них это эстрадиол который от того что поддерживает красоту и молодость да пресловутый но также и защищает органы защищает сосуды от всяких осложнений защищает кости от разрушения остеопороза остеопени и так далее вот поэтому конечно когда мы оцениваем репродуктивное общеженское здоровье мы конечно смотрим эстрадиол и его концентрацию ну вместе с другими гормонами в том числе ну гармония гармония да сейчас наверное рубрика это наши регулярные красные флаги состояний какие есть красные флаги женского здоровья когда уже вот точно надо идти гинекологу вообще других вариантов никаких нет вот что нужно отслеживать нарушение менструального цикла это во первых то есть это либо очень частые либо очень редкие менструации либо та менструация которая началась и не заканчивается может быть даже набирает свои обороты это повод для того чтобы оценить ситуацию инфекции появление зуда жжение обильных выделений неприятный запах там связанные с половым контактом либо не связанные это второе третье основное это боль боль в животе которая иногда требует амбулаторного приема а иногда и вызова скорой помощи госпитализации в стационар потому что может быть что угодно начиная от разрыва кисты заканчивая каким-нибудь перитонитом которое сложно а дифференцировать гинекологическую патологию там от хирургической но это вот такие три кита на которых строится в основном обращение к гинекологу ну задержка менструации в плане того чтобы диагностировать беременность это да такой приятный бонус для кого-то будет я поняла спасибо большое есть ли какие-то еще у тебя вопросы у меня наверное последний вопрос сколько по длительности боль будет считаться уже вот этим тревожным позвоночком и какая доза допустимая принятие обезболивающих чтобы потом уже все девушка принимала решение что надо вызвать скорую ну в целом можно сказать так что когда приходят на прием мы даем такую визуально аналоговую шкалу то есть мы предлагаем примерно прикинуть вот болит как от нуля до десяти и это субъективно а есть еще прям настоящая визуально аналоговая шкала где написано что до четырех условно она еще там ходит со своими ногами и разговаривает все нормально когда женщина приходит на прием спрашиваешь а как болит восемь а иногда девять а на самом деле восемь девять это уже лежишь в кровати прикованной встать не можешь то есть это тоже вопрос ощущений и это очень важно как себя чувствует каждая конкретная девушка в конкретный момент потому что бывают там супер какие-то эмоционально лобильные впечатлительные для них даже где-то бок поколол все уже уже вызываете докторов санитаров ну поэтому здесь все очень варьируется если условно мы допускаем иногда во время менструации или в предминструальном периоде такие умеренные тянущие боли без и радиации в какую-либо область то есть то что можно перетерпеть либо если сильно болит но это укладывается в цикл либо например в овуляцию иногда может тоже болеть можно принимать какие-нибудь разрешенные препараты будь то парацетамол либо ибупрофен можно если не купируется приемом препаратов а боль нарастает значит возможно есть какой-то уже патологический процесс то есть эрадикация нарастающая боль и не проходящая от приема препаратов ибупрофен это на до 600 мг да в зависимости от возраста и веса хотя на 800 я знаю что на мигрень дают то есть это тоже есть бывает такое но все зависит от возраста то есть доза которая коррелируется с весом рубашки плюс нужно точно понимать какого характера это боль если это тянущая какая-то ноющая тупая то да это не требует какого-то эстрального вмешательства а если это острая боль и она отдает в руку в ногу за одни проход и она нарастает она описывает ее по-разному то все скорую задаваем и снимаем полностью ответственность супер спасибо огромное что можешь пожелать нашим дорогим женщинам и девушкам я хочу пожелать в первую очередь здоровья и самое главное я хочу пожелать заботиться о себе любить себя иметь границы свои личные просто для того чтобы никому не давать их нарушать и жить в гармонии с собой со своим женским здоровьем психическим здоровьем вот тогда все будет хорошо да супер подписываюсь тоже под каждым словом ставлю лайки это была очень это была очень увлекательная беседа спасибо огромное за то что пришла к нам рассказала так много интересного и полезного и полезного да напоминаю что в нашем медицинском отделении в нашем центре дорогие родители могут приходить и получать бесплатно медицинскую помощь если вы являетесь учащимися школы онлайн школы семейное заочное отделение и очные также могут ребята к нам приходить берегите свое здоровье обязательно подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем пока доброго всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч